Здравствуйте подписчики моего канала, просто любители карты Таро 78 дверей. Сегодня мы смотрим расклад. Непонятность, что выяснится. Очень часто в отношениях с мужчинами все непонятно, да. И так как мы женская своя логика, их просчитываем там вот какими-то такими лабиринтами, они намного проще и примитивнее. Но все равно мы же пытаемся выяснить это по своей логике, и они под нашу логику никак не подходят, да. То есть мы их совершенно не понимаем. Итак, смотрим, что не так в этой ситуации. Что не так. Очень тяжелые отношения, бросать не получается, хочется вместе жить, хочется общих детей. Вы друг для друга целый мир, вы привлекательны, сексуальны и его притягиваете, да. При этом отношения как-то застревают, да. То есть в принципе оба строите эти отношения, но он не двигается в вашу сторону. И у обоих идет жесткая трансформация личности. Вы прям знаете, как металл по металлу шкребетесь, и вот никто никому не уступает. Почему это все происходит. Оба лидера пытаетесь манипулировать. У вас еще есть или хорошая развитая интуиция, или эзотерические способности, которые вы можете просмотреть ситуацию, да. И каждый тянет от зела на себя. Вот два лидера, это вообще, конечно, катастрофа, скажем так, в отношениях, потому что здесь победить в любом случае только сильнейший, но на это уйдет время, может быть, даже годы. Что нужно знать, чтобы решить этот вопрос? Что нужно знать? Что он вам подарок от Бога? Что это большой шанс выйти замуж? Что ваша задача прислушаться к интуиции? Надо быть более сдержанной, не показывать особо своих эмоций и заинтересованности в нем. И тогда он будет двигаться в нашем направлении. Что еще нужно знать? Что ситуация зависает так, хотят высшие силы, для того, чтобы ваша сказка превратилась в быль. То есть, как бы она реализовалась, чтобы вы получили ту самую золотую клетку. Ваша задача просто сидеть и ждать. Ну, и мою еще писать. Люблю тебя, душа моя. Ну, не напрягаться. Так, на лучший выход из ситуации. Смотрим. На лучший выход из ситуации. Делать вид, что вы его не понимаете, не слышите, не будете делать так, как он хочет. Но при этом показывайте свои искренние чувства. Наблюдайте за ним, да. И он, человек, который не умеющий строить отношения, все-таки из пожар Жезлов превратится у нас в короля Жезлов. То есть, начнет действовать. Он начнет ревновать, бесится, психовать и начнет действовать. Наихудший выход из ситуации. Наихудший выход из ситуации. Если вы начнете сама искать решение вопроса, потому что вас прям по дьяволу будут искушать, как будто бы взять ответственность за решение этих отношений. То есть, здесь этого делать нельзя. Может быть, наихудший выход из ситуации, из того, что вы еще начнете с кем-то общаться через интернет. Может быть, вам все это надоест. Он будет стараться изучить вас побольше, получше. То есть, в процессе общения он будет понимать, что вы за человек. И то, что эти отношения будут не развиваться по причине того, что он ничего делать не будет. А вы будете переживать, думать, сама себя накручивать и так далее. То есть, не берите ответственность за решение ситуации. Пускай мужчина, скажем так, сам решит. Что тут надо выяснить все-таки в этих отношениях? Давайте смотреть. Будьте легки, непринужденные, кокетливы. Все равно впереди у вас брак. Все равно он возьмет ответственность за этот брак. Все равно он будет преодолевать препятствия. Встреча в любом случае состоится. Не сразу, не быстро. Потому что тормозить он будет у нас. Но так как вы не будете выходить у него из головы, он будет все время думать только о вас. То есть, вы ему прям тяжело будете даваться. Он будет строить иллюзии, фантазировать. Вы для него будете такая холодная, загадочная звезда. Где-то, да, из другой страны. Такое ему еще не попадалось. И он будет стоять перед определенным выбором. Что все-таки он хочет жениться, да. Что он такой император. Что нужно взять котонку и пойти в нашу, в вашем направлении, в вашу страну. Что нужно действовать, не сидеть на месте, чтобы получить гармоничный, счастливый брак. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный. И мы рассмотрим вашу ситуацию.